В нем очень много разных тем, но основное это то, что у всех есть семьи, мы все живем в семьях, кого больше, у кого меньше. Но, наверное, со временем во многих семьях происходят ситуации, когда люди как бы по инерции живут, вроде конструкция, внешняя форма этой семьи сохраняется, а внутри люди как-то векторно уже давно разошлись в разные стороны. Оказывается, в эту крашеную голову еще могут приходить светлые мысли. Но должен же хоть кто-то в нашей семье использовать свою голову по назначению. Наверное, в этом кино мы пытаемся рассматривать ситуацию, когда некая большая хорошая семья переживает сложный момент в жизни, когда вдруг на поверхности вскрываются такие проблемы, о которых даже не подозреваешь. Все в нашей жизни, оно взаимосвязано. Ну, то есть вся вот эта наша отрицательная энергия, она обязательно возвращается к нам. Моя героиня, она попадает в ситуацию, когда муж такой большой ребенок, который в прошлом мечтал быть летчиком, это уже о многом говорит, многие хотят быть космонавтами, но этот выбрал более адекватную профессию. Но вот он мечтал летать, летать не дали, теперь он ездит. Ездит далеко, он дальнобойщик. Когда он переезжает домой, там его ждет жена по имени Катя. Зовут меня так же, как и в жизни. И вот тут вопрос, какие у них взаимоотношения. Вот видите, Холенька, а мы с вами боялись, что сладенького у нас к чаю нет. А тут и конфетки под остель. Это барышня, скорее, которая умеет считать деньги, которая практична, которая, в общем, наверное, заведует, скажем так, организационной бытовой частью в этой семье. То есть, ну, она, в общем, все строит, потому что муж, по большому счету, он так не пихает бороду, она хочет от него минимум это внимание, а максимум она очень хочет ребенка, что нормально, а он вот сам такой большой ребенок не может на это решиться. И на этом очень такая драматическая строится линия в этой паре. И есть отец. Это центр, это стержень этой семьи. Он крепкий, он такой, ну, из старого поколения, еще из той закалки человек. Пап, что случилось? Да вещь мне одну надо заказать там. Какую вещь, бать? Гроб. Стержень в нем, он, как бы, вдруг возникает неожиданно для всех и начинает закручивать такую там воронку, в которую летит все. Вот это вот ощущение этого смерча, который закручивается, и все в нем летят со своими клумаками. Вот это происходит вокруг этого деда, который, на первый взгляд, ну, дед, дед такой добродушный, бородатый такой, вроде бы, образ. На фоне реальной истории, где реальные люди со своими чувствами, взаимоотношениями, драмами, какими-то конфликтами, развиваются какие-то совершенно фантастические съемки. Потому что, во-первых, они попадают все время в приключения. Ну, я по-другому это носить не могу. То, что им устраивает экзекуция этот дед и в какие он их забрасывает обстоятельства. Ну, там, от скачек до летания на самолетах и так далее. То есть мы были и там, и тут, и там. Съемка была построена так, что это хотели... Я не знаю, как это, наверное, лучше скажут режиссеры, операторы, и как бы... Но хотели снять настолько объемный кадр, который, ну, состоит как пазл из совершенно разных ракурсов, деталей, нюансов. То есть сцена не снималась по принципу говорящих голов, когда становится обычная восьмерка, и мы в прямом эфире, как говорится, засняли там пару дублей, и все счастливы. Кино держалось же в голове у Андрея. Андрей снял фильм в самом начале фильма. Он, с одной стороны, не знал, как это будет прикладно, но он его нарисовал в своей голове. И он как бы пытался нам этот фильм показать. Приготовились! Начали! Процесс был, на самом деле, настолько для меня эксклюзивный, я даже не могу привести примеров из моей какой-то творческой биографии, чтобы было что-либо похожее на это. Куда? Ладно! 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 Большое удовольствие в такую чудо-сказку попасть. Ладно! Субтитры создавал DimaTorzok